так итак здравствуйте уважаемые зрители друзья подписчики я знаю очень долго ждали тест-драйва да то есть я вас все там это какие-то такие неполноценные видео выкладывал выкладывал обзоры какие-то грязевые вот сегодня у нас наконец-то полноценный тест-драйв у нас наступило так называемые бабье лето да и естественно самый долгожданный автомобиль который мне все просили сделать это toyota camry двигатель 5 2.5 2013 года автомобиль практически максимальная комплектация то есть она миллион триста стоит с v6 я тоже сделаю но это будет все-таки в рубрике б у потому что в рубрике был у нас будет предыдущая camry v6 в принципе мотор одни и те же так что динамик там примерно одинаковая поэтому сегодня я взял именно была возможность взять в 6 но я взял именно именно camry 2.5 180 лошадей как-никак новый мотор вот поэтому camry со всеми моторами у нас будет и сегодня естественно мы проверим динамику этого автомобиля да покатаемся на нем в городе по трассе осмотрим салон я вам вкратце расскажу про техническую часть автомобиля да там по железу что там да и в общем вот так и так вообще toyota camry да то есть toyota бизнес-классе с помощью camry уже 9 лет держит всех грубо говоря за сказать-то за шкирку да и никого не пускает на это 9 лет подряд вот эта вот машина выкачивать самые большие деньги с российского рынка да сегодня мы посмотрим вот благодаря чему да потому что если или все-таки это вот благодаря чему-то или все-таки это такой хороший разрекламированный пиар да много денег в рекламу до вкладывается вообще если посмотреть в принципе на машину вот так стоит технической точки зрения здесь нет ничего такого революционного да здесь идет доработка старых агрегатов то есть у нас в принципе мотора вывода и те же но они дорабатываются да это бизнес-класс естественно передний привод передние нас макферсон сзади на горчашка с таким большим моем пап его покажу поподробнее старт вот у нас если взять листовку toyota camry характер определяет успех да раньше был управляем мечтой сейчас сменили от 969 тысяч написано да но к сожалению и вот мощный v6 и 250 лошади написали но к сожалению в базе она идет с двух литровым двигателем 150 лошадей динамика там конечно 12 секунд это даже медленнее чем вас максимальная комплектация именно предполагает естественно двигатель v6 и практически миллион четыреста семьдесят девять тысяч у нас тоже сейчас максимальной комплектации но него 6 а 2 и 5 а вот она еще раз повторяю стоит 307 тысяч рублей вот в принципе машина сама если говорить про внешность тоже как бы предыдущая но вообще было но мыльница да то есть по большому счету как бы без каких-либо каких-то там особенно характеристики не было граней таких четких да тут добавили немножко граней для для американского романа кстати если увидели она машина попроще реально она проще смотрятся для российского рынка добавили chroma то есть и немножко fire другие то есть и сделали максимально как можно больше машина смотрится в êtes больше чем она есть на самом деле вот этот вот нижний бампер достаточно красивый принципе в черном цвете даже вот оно вот смотрится вот достаточно вот представительно Все министры у нас там ездят на камере Так что давайте сейчас я вам В принципе расскажу про моторы Итак Уже все-таки Это нам не корола У нас есть уже газовая опора Полноценная И они такие серьезные Они держат мне кажется более тяжелый вес Не как на патриоте Шумно-теплоизоляция уже установлена Значит под капотом у нас ВВТА 2.5 Повысили степень сжатия По сравнению с прошлым добавили объема То есть теперь только 95-й бензин Ну 92-й по теории можно заправить Но это будет уже не то 95-й бензин, повышенная степень сжатия На фазовращателях естественно У нас все в принципе Мотор эластичный То есть он по теории Такой премистый во всех оборотах Самый мощный естественно В6 И 2 литра это старт Механика у нас не доступна Как на предыдущей версии Только автоматы 6-ступенчатые идут на 2.5 И на В6 А там 2-х литровый 4-ступенчатый автомат Так, далее В принципе Спереди Макферсон У нас подвеска Тут наверное не будет видно Вот в принципе здесь Часть рычагов видно И дисковые тормоза Достаточно большие Сзади стоят Я уже начал показывать ручную Потому что тут Потом нарезать с ума сойдет Так, далее Сзади у нас стоит Нагорычажка Вот ее видно У нас И очень мощный стабилизатор Задний Очень мощный В принципе революционного Никаких турбонаддув нет в машине Никаких Новых каких-то Пневм Изменений в подвеске Да Вот Собрано достаточно качественно То есть Все у нас так по зазорчикам встает Вот Значит Давайте закроем капот И сядем Значит С ключа Зажимаем кнопку Так Открываем Багажник Так Багажник у нас Что у нас здесь есть Ну у нас А здесь у нас даже запаски нет Ну просто ее не положили сюда Скорее всего Вот Но домкрат Полноразмерная запаска Здесь должна быть То есть Вот Домкрат Ключи Вот И задние сидения Здесь не складываются Если у нас У нас спинки С регулировкой Значит Положение С электрической С этим подлокотником То нет А если по простому То складывается Так что это издержки Комплектации И Закрываем Вот Итак Садимся в салон Но места естественно много Да То есть у нас И электрорегулировки Сидения То есть Любой водитель Под себя может настроить У руля Механическая регулировка Да Как на себя Так и От себя Можем ее подстроить Ну удобно сидеть Естественно Ну Широко Визуально Что панель Повернута Как бы Не к нам Как на BMW Да А Прямо Плоско Как к водителю Так и для задних пассажиров И нет какого то такого Не драйверская посадка То есть Как то вот Все официально Да То есть мы сидим так Официально Спокойно Размеренно Машина вот именно К размеренной езде Как то Постолкает Да Не надо гонять Не надо что то Вот такого Сделать такая посадка Ни к чему не обязывающая Просто Исполнить Свою задачу Довести Приехать Комфортно Сесть Встать Вот Давайте сидим назад Садимся назад Здесь значит У нас Места очень много Плюс Регулировка Задней спинки Сидения По углу наклона Вот И такой небольшой Пульт В подлокотнике Здесь естественно Его можно убрать Подстаканник Небольшой Здесь бокс Вот Здесь мы можем Как бы Управлять Подогрев сиденьями Регулировка По наклону Управление Магнитовой Что то он Не включается Да Когда зажигание Не включено И климатом Здесь у нас Именно отдельное управление А так Сидеть очень удобно Но углового места Хватает Но рост Метра 92 Сижу сам за собой Практически До упора Отодвинута Заднее сиденье И тем не менее Место есть То есть Достаточно комфортно Особенно на дальнее расстояние То есть Подушка Сама по себе Длинная И можно Назад Отодвинуть Все сиденье И вот как бы Упереться Вот так вот И ехать В принципе Можно даже спать Вот Давайте Здесь Здесь Отдельное Отдельное управление Климатом Здесь тоже есть Давайте Сядем Так Сейчас Что мы будем делать Сейчас мы будем Наверное Смотреть Кнопочки Разные Так Садимся в салон Заводим Наш Замечательный Автомобиль А нет Вот Забыл Ногу на педаль Тормоза поставить Камри У нас Здесь Загорается Индикатор Того Что у нас Можно Эту дверь Закрыть Вот эти Потому что там Штатив убрать Если можно А спасибо Потому что там Свои забивают Все это будет слышно Значит Значит У нас Здесь Именно Четыре стеклоподъемника Максимальная комплектация Естественно Блокировка Дверей Защита Подъема Стекол Управление Зеркалами Зеркала у нас Естественно С подогревом Сидений О Сидений С подогревом Вот Защелка Отключение Датчиков Парковки Отключение Системы Стабилизации Омыватель Фар Управление Значит На Магнитолы На руле Дисплей Запас Хода Средняя Скорость Настройка Бортовой Компьютер Далее Управление Громкой Связью Круиз Контроль Вот здесь Вот у нас И естественно Поворотники Фары Вот Огромная Магнитола Но могу Сказать Что прибора Как-то На самом деле Слишком большой Шрифт Как-то По детски Нарисован Могли бы Чуть Почетче Сделать Ну Это Такая Продирающая Аудио Громкость Настройки Канала Естественно Магнитола Двойной Климат-контроль У нас Раздельный Вот Ну Конечно Дисплейчики Слабоватые Да То есть Ну Можно было Как-то Сделать С Какими-то Более Приятными На вид Цифрами Не как На калькуляторах Да То есть Трехзонный Ионизат У нас Даже Здесь Стоит Далее Подогрев сидений Автомат Автомат Такой классическая Прорезь Тойотовская Достаточно Удобная То есть Вы не промахнетесь Мимо какого-то Нужного Вам режима Д И Ручной Режим Вот Здесь Небольшой Такой Ящичек Подстаканник Аукс USB Так Прикуриватель Это у нас Рейслоджик Там я уже Подготовил И Бокс Для Отдельных Пассажиров Ой Для Для каких-то Мелочей Продачок Ну Все понятно Здесь И так Медленно Выезжаем Садимся За руль Автомобиля Сначала Естественно Мы этот Автомобиль Попробуем Конечно же Конечно же В городе Да Потому что Большую часть Я так думаю Автомобиль Именно В городских На городских Дорогах Проводят Плавненько Ускоряемся Такой Пухлый Руль На мой взгляд Кстати он Чуть потолще Чем В предыдущей Камре Да Потому что Ну и Моментально Присматриваемся К зеркалам Блин Здесь пробка Очень серьезная Мы не сможем Развернуться Перекрестки На правой Свернем Сейчас У нас уже Горит режим Эко Сейчас естественно Он потух Но так легко Достаточно Чувствуется Автомобиль То есть Несмотря на то Что здесь Достаточно Маленький Заргалат Чисто Визуально То в принципе Нормально Чувствуется Габариты Капот У нас тоже Мы чувствуем Как бы Здесь такие Есть небольшие Спереди Ребра Где в принципе Крайние точки Капота Визуально Мы видим И нам легко Маневрировать Среди Классического Русского Пейзажа То есть Это маршрутки Четырки Фургоны Различные Пассаты Старые Да И в принципе Достаточно хорошая Шумоизоляция Лучше чем В прошлой Тойоте У нас Вот я уже Говорил В рубрике БУ Тойота В предыдущем Кузове В кузове То есть Именно В6 То есть Самым мощным Мотором Естественно Там больше Мы акцентов Все-таки Дадим На динамику На замеры На ускорение Здесь Меня Больше Интересует Этот автомобиль Как классический Городской И опять же Хочу повториться Вот прям Легко чувствую Траекторию То есть Да Достаточно Кстати Высоко Еще сидим Вот в данном Автомобиле Несмотря на то Что Вот эти Стойки У нас Очень Достаточно Широкие Но они В светлых Тонах Сделаны Визуально Как-то Не жирает Это пространство Достаточно Хорошая Обзорность Автомат Не спешно На данный Момент Уже Пристроился Под мой Такой Небольшой Городской Режим То есть Он уже Понимает В принципе Алгоритм Да И уже В принципе Сейчас Вот мы Едем Так А как Здесь Зажимаем Вот он А Зажимаем Да Все Расход Скинули В нижнем Часть экрана В нижней части экрана Вы сейчас увидите Как бы вот Реальный расход Автомобиля В таких Городских Условиях Ну это Это не конкретно Конечно Такие Московские пробки Но тем не менее Вот среднестатистическое Такое Городское движение Очень много Грязных Грузовиков То есть С выхлопом Да Без катализаторов Естественно Без каких-либо Других Экологических Норм Но Надо сказать Что все-таки Даже салонный фильтр Не справляется Потому что Доносятся Небольшие запахи В машину Не все Конечно Но Я не видел Такого автомобиля Который не справляется Вот с этими Вот едет Так У нас тут была Маленькая техническая Заминка Забыл я Документы В машине Так Продолжаем ехать Значит Насчет запаха В салоне Сейчас включили Ионизатор И Это такая Запатентованная Тема От Camry От Toyota Даже так можно сказать Но В основном Она только на Camry Используется Трехзона Ионизатор воздуха То есть Сейчас уже Намного легче Стало дышать С точки зрения Как бы Такой Насыщенности Воздуха То есть Сейчас уже Вот эти вот Клубы Грубо говоря Тут запах Неприятный Он уже в салон Не проникает В общем Продолжаем Ехать дальше Эко режим 9.8 Пока расход В принципе Я уже говорил Что у нас Медленное Вот такое Городское движение У нас всегда То есть У нас в режиме Эко То есть Это в принципе Настройки мотора На мозгов Да Это и настройки Автомата То есть Машина едет С максимально эффективной Экономией топлива 9.7 Вот А так Камера чуть трещется Ну Это у нас Дороги И опять Мне кажется Колеса перекачаны Так Значит Продолжаем движение У нас уже В принципе Городскую Такой Городская фаза У нас Подходит к концу То есть Мы уже выезжаем На такую Классическую дорогу Промышленную Заметьте Что мы сейчас Тестируем автомобиль Не по идеальной дороге А вот такая Рож Такая В принципе Не проникает в салон Трупных вибраций Нету Машина глотает Так неровности Достаточно Энергоемкая Подвеска Для этого класса И опять же Шумоизоляция Опять же У нас все-таки Бизнес-класс Ну Хорошая шумоизоляция В любом бизнес-классе Не важно Тойота Не важно Какая машина Должна быть Все-таки Это уже не С-класс Да И вы покупаете Когда машину Уже ценой Больше миллиона Это прям Обязан Хорошая шумоизоляция Потому что Когда вы Гольф Например Или покупаете Сид за миллион Это одно Это машина Там шумоизоляция Всегда будет хуже Все-таки Бизнес-класс Он обязывает Уже более качественные Так более Большая колесная база И лучшая шумоизоляция То есть Естественное место в салоне Поэтому все-таки Иногда Не стоит переплачивать За такой Переполненный С-класс Сам по себе Я считаю Это невыгодная покупка Но это на мой взгляд Возможно Кто-то посчитает По-другому Итак Вот в принципе Ускорение Такое Небольшое Чуть-чуть Нажимаю Я на педаль Газа Скорость Скорость Спидометр 100 96 97 Вот сейчас Да На 4 км в час Превел спидометр Но это нормально Это немного Вот Шумоизоляция Опять же Свыше 100 Мотор мы опять же Не чувствуем Да То есть Не слышно мотора Он не проникает Не знаю С какой скоростью Нужно добраться Чтобы почувствовать Здесь мотор Опять же Не ускоряемся Дико Едем В пределах Разумно Вот И естественно Знаете Вот ощущение Вообще Мы не чувствуем Рулем дорогу Вот эта Особенность Камри То есть машина Нам как-то Вот Легко И управлять В принципе Одной рукой Передний привод Не чувствуем Ни рыска То есть В принципе Машина Как-то успокаивает Вот у меня друг Очень часто Ездит по трассе И он Один раз Проехался На 221 Мерседесе Вот Он сказал Никогда больше На него не пойду Потому что Реально Можно Уфнуть На машине Потому что Ты едешь 100-120 Шумов Не проникает Ничего Не проникает Но вот И Какой бы музыку Ты не слушал В любом случае Когда машина Тебе не требует Особо Работы рулем Каких-то там Подруливаний Да Там Что-то вот В этом роде Там Резких Каких-то Нажать Работы Активное Активное Педалирование Да То есть Вот Поэтому у Камри Естественно Чуть будет хуже Шумоизоляция Но по трассе Создается ощущение Такого Плавного Спокойного Настроения То есть Опять же Не хочется Агрессивно Такое рулевое управление Его можно даже назвать Определенно Баттным Но Для кого-то Это хорошо Для кого-то плохо Для кого-то Что такое Хорошая машина Для кого-то Это естественно Хорошая шумоизоляция Непребывная подвеска То есть Спокойствие С рулем Вот А для кого-то Нужно получать Драйв То есть Это разные Два типа людей Мне кажется Все-таки В основном Среднестатистический Автолюбитель Вот наш Не фанат автомобилей Ну в принципе Вот первое Качество Дороже Вот мне бы Например Мне бы Например Вот Ну Я бы вот камеры Не взял Потому что Ну мне скучно ездить Да То есть Ну это все-таки Мне кажется Люди постарше Либо вот характера Такие Они такие Спокойные Так Уверенные В себе Не надо Никуда гнать Опять же Проходим поворот Я вот Рулем Не чувствую Вообще Ничего Абсолютно Очень спокойно Такая вот Даже Еле заметные крены Присутствуют Давайте посмотрим То есть Как она вот По нашей неровной В каком месте? Ну обычно Сейчас оказывается У нас тут камера стоит Поэтому С сильным Разогнаться Мы не можем С того Который А С того Который Ну вот Едем Опять же По этой Плохой Дороге Не проникает Ничего Ну Ради Сравнений Естественно Нужно поехать Здесь Нитсианин Например Напосать Ну Мягкий Очень Подвес Смотрите Все Не требует Даже Активного Рулевого Управления Обычно Я здесь Еду Подруливаю Как-то Номераж Чтобы Заклеивать На время Теста Чтобы Нам Ничего Не мешало Надо Об этом Подумать Кстати Вот Ну Сейчас Мы ускорим С кольца Вот И опять же Все это Время Смотрите Скорость Стойка Сейчас Я еду В бэк Режиме Но С одной Стороны Мы едем В комфортной Тихой Машине Но Для меня Она скучная Сейчас Она такая Не провоцирует Я даже Я никогда Так медленно В пород Не входил Вруливается Вруливается Так Мы Даже Смотрите Едем По песку У нас Будет На этой Скорости Уже Давно На С Классе Занесло Машину Но Тем не менее Такое Ватное Управление Можно Сутками Мне кажется На этой Машине Давайте Попробуем Ускориться Медаль В пол Убирают 8 120 120 140 На 150 У нас Уже Шум Ветро Появляется 160 Очень Динамично Кстати 2.4 До этого Очень Мотор Дубился Очень Динамичная Машина Ну вот 150 160 Уже У нас Там Завихрение Появляется На этом Автомобиле Так 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 По трассе Конечно Можно Сделать Вывод Что Машина Очень Сильно Больше Но Все таки Я думаю Что Основной Контингент Владельцев Камре Это Мужчина За 40 Мне так Кажется Госслужащие Типа Даже Водители Это Машина Даже Для Водителя Мне кажется Это Все таки Для Задних Да У предыдущей Камре У предыдущей Сейчас Начинаем Значит Успытание Ходом Ой Ходом Говорю С места В карьер У предыдущей Камре Мы Мы Полностью Могли Отключить Систему Стабилизации Прямо До дыма Вот Мы Отключили Кондиционер Мы Выключили Два Человека В салоне Спорт Режим Первая Передача Так Ну Что Давайте Попробуем Все равно Чуть Задушило Чуть Задушило Не полностью Отключается И она Включилась Потом Опять Сейчас 8,4 Нормально Стоп 8,4 До 100 Сейчас Мы посмотрим Время На 400 Метров Динамика Приличная Если честно Но Вот Предыдущей Между Ременья Что Печатано В сиденье 8,4 400 метров 16,0 Я просто Ради Интереса Я могу Сказать Что Производителя 9 секунд Заявляет Время Разгона То есть Только Что Мы Побили Заводской Рекорд Значит Машина Едет Реально Быстрее Чем Заявленные Характеристики На нашем Тесте Это Происходит В первый Раз Поразительно Реально Я не Ожидал Если честно То есть Данный Автомобиль Едет Практически Вот смотрите Сколько Здесь 180 Лошадей Данный Автомобиль Едет Быстрее Чем Шкода Шкода Октавия Более Легкая На ДСГ То есть На Квотр Она Ее Уже Догоняет Хотя Она Тяжелее И Мощности Здесь Такое Такое Количество Это Удивительно Между прочим Я Еще Подумал Что Реально Хорошо Идет Но То Что Она 8.4 Покажет Я Если Честно В шоке То Для Меня Это Приятное Удивление Так Итак Средний Расход А то Вы Сейчас Опять Скажете Что Я Про Средний Расход Забыл Сказать Вот То Что С Нашими Интенсивными Разгонами Торможениями Вот На Последнем То Есть У нас 11.2 Получилось По Городу Не Больше 10 Литров Будет Этот Мотор Действительно Удачный Меня Реально Поразил Я Думал Дай Бог Там 10 Секунд Уложится Но Реально 2.4 Неудачный Был Мотор Предыдущий Этот Очень Хороший Динамичный И экономичный Поэтому Я Если Вы Не Очень Суровый Уличный Гонщик Я Вам Не Советую Брать В6 Переплачивать За это Этого Мотора Хватает И Плюс У этого Автомобиля Такие Повадки Для Мужчин Которым От 40 Спокойствие Комфорт Управление Оно Конечно Прогрессивное По сравнению Из предыдущих Camryon Машина Рулится Намного Лучше То есть Уже Какая-то Обратная Связь Появляется Но Тем Не Менее Все Равно Нет Драйва Я Знаете Что Думаю Что Секрет Тойоты Успех Не в том Что она Делает Инновационные Двигатели Подвеску Что то Она Четко Знает Свою Аудиторию Понимаете Целевую Это Мужчина От 40 Вот Всякие Госслужащие Коммерсанты Бизнесмены Они Почуяли Значит Одну Успех Тойота Короллы Камри И Работают Над ошибками Предыдущий Мотор Был Неудачный 2.4 Они Сделали Так Что Он Едет Как 1.8 Турбо На ДСГ Октавии Причем Потом Догоняет Это Реально Сейчас Было Подтверждено И Поэтому Секрет Это Не реклама Секрет Действительно Не в инновациях А вот они Работают Именно Со своей Аудиторией Вот Именно Я бы Синяка В жизни Конечно Камри Не взял Вот В этом Возрасте Ну Потому что Ну Не мое Да Но Именно 40 50 Вот Это Для них И Потом Еще Одна Очень важная Особенность Это Закон рынка Тойота Очень Теряет В цене Ой Не сильно Теряет В цене Я Оговариваюсь То есть Не так Сильно Как Вольсваген И Ближайшие Конкуренты Как Тиана Да То есть Она Действительно Держится Ее легко Продать Вторичный Рынок Всегда Рад Тойотам И Прям Хорошую Машину За 2-3 Дня Можно Скинуть Без проблем А так В принципе Все В основные Выводы Я сказал Далее У нас BMW E39 Или Range Rover Ну Вот Сейчас Посмотрим Ну Скорее всего E39 Я выложу Все-таки Досниму Потому что Сейчас Все-таки Погода Нормальная Так что Машина В принципе Знаете Вот Такая Хорошая Качественная Японская Мыльница Да То есть Которая Создана Прям для Российского Рынка Не для Фанатов Автомобилей Да Но Тем не менее Хорошо Собрано Так Очень Безопасно Рулится Вот Поэтому Я думаю Если честно Этот мотор Пойдет Хуже Но Меня мотор Честно Могу сказать Удивил И Автомат Достаточно Хороший Все Всем Спасибо За внимание Буду стараться Выкладывать Больше Тест драйвов Да Если конечно Вы будете На тест драйве Мне лайкать Отлично Если вы чувствуете Что вам нравится Пожалуйста Поставьте лайк Подписывайтесь И до встречи Спасибо вам большое За ваше Драгоценное Внимание И за эти Потраченные 30 Там Или Ну 30 минут Скорее всего Будет ролик идти Пока Тест драйв Бабье лето Да И естественно Самый долгожданный Автомобиль Который Мне все Просили сделать Это Тойота Камри Двигатель 2.5 2013 года Автомобиль Практически Максимальная Комплектация То есть Она Миллион Триста Стоит С В6 Я тоже Сделаю Но Это Будет Все-таки В рубрике БУ Потому что В рубрике БУ У нас будет Предыдущая Камри В6 В принципе Моторы Одни и те же Так что Динамика Там примерно Одинаковая Поэтому Сегодня Я взял Именно Была возможность Взять В6 Но я взял Именно Камри 2.5 180 лошадей Как-никак Новый мотор Вот Поэтому Камри Со всеми моторами У нас будет И сегодня Естественно Мы проверим Динамику Этого автомобиля Да Покатаемся На нем В городе По трассе Осмотрим Салон Я вам вкратце Расскажу Про техническую Часть Автомобиля По железу Что там Да И в общем Вот так Итак Вообще Тойота Камри Да То есть Тойота В бизнес-классе С помощью Камри Уже 9 лет Держит всех Грубо говоря За Как бы Сказать-то За шкирку Да И никого Не пускает На этот 9 лет Подряд Вот эта Вот машина Выкачивает Самые большие Деньги С российского Рынка Да Сегодня Мы посмотрим Вот Благодаря чему Да Потому что Если Или все-таки Это вот Благодаря чему-то Или все-таки Это такой Хороший Резрекламированный Пиар Да Много денег В рекламу Да Вкладывается Вообще Если посмотреть В принципе На машину Вот так С технической точки зрения Здесь нет ничего Такого Революционного Да Здесь идет Доработка Старых агрегатов То есть У нас в принципе Моторы ВВТ Те же Но они Дорабатываются Да Это бизнес-класс Естественно Передний Привод Передний У нас Макферсон Сзади Многорычажка С таким Большим Ну я Его покажу Поподробнее Старт Вот у нас Если взять Листовку Вот Toyota Camry Характер Определяет Успех Да Раньше Была Управляем Мечтой Сейчас Сменили От 969 тысяч Написано Да Но к сожалению И вот Мощный В6 Здесь 250 лошадей Написали Но к сожалению В базе Она идет С двухлитровым Двигателем 150 лошадей Динамика Там конечно 12 секунд Это даже Медленнее Чем вас Максимальная Комплектация Именно Предполагает Естественно Двигатель В6 Миллион 479 тысяч У нас тоже Сейчас Максимальная Комплектация Но не В6 А 2.5 Вот она Еще раз Позвращаюсь Стоит 307 тысяч Рублей Вот В принципе Машина Сама Если говорить Про внешность Тоже Как бы Предыдущая Ну вообще Была Ну мыльница Да То есть По большому счету Как бы Без каких-либо Каких-то там Особенных характерист Не было Граней Таких Четких Да Тут добавили Немножко Граней Для Для американского Рунка Кстати Если вы видели Машина попроще Реально Она проще Смотрится Для российского Рынка Добавили Хрома То есть И немножко Фары Другие То есть Сделали максимально Как можно больше Машина Смотрится Ну вот Больше чем Она есть На самом деле Вот этот вот Нижний бампер Достаточно Красивый В принципе В черном цвете Даже вот Она вот Смотрится Вот Достаточно Вот Представительно Все Все министры У нас По-моему Там ездят На камере Да Так что Так Давайте Сейчас я вам Это нам Не корола У нас Да У нас Есть уже Газовая опора Полноценная И они такие Серьезные То есть Они держат Мне кажется Более тяжелый вес Не как на патриоте Шумно-теплоизоляция Уже установлена Значит Под капотом У нас ВВТ 2.5 Повысили степень сжатия По сравнению с прошлым Добавили объема То есть Теперь Только 95-й бензин Там Ну 92-й по теории Можно заправить Но это будет уже не то 95-й бензин Повышенная степень сжатия На фазовращателях Естественно У нас Все в принципе Мотор эластичный То есть Он по теории Такой Премистый Во всех оборотах Самая мощная Естественно В6 И 2 литра Это старт Механика У нас Недоступна Как на предыдущей версии Только автоматы 6-ступенчатые Идут на 2.5 И На В6 А там 2-литровый Идет Чехо-ступенчатый Автомат Так Далее В принципе Спереди Макферсон У нас Подвеска Наверное Ее не будет видно Вот В принципе Здесь Часть рычагов Видно И Дисковые тормоза Достаточно большие Сзади стоят Я уже начал Показывать сручную Потому что Тут Потом нарезать С ума сойдешь Так Далее Сзади у нас Стоит Нагорычажка Вот ее видно У нас И очень мощный Стабилизатор Задний Очень мощный В принципе Революционного Никаких турбонаддув Нет в машине Никаких Новых Каких-то Пневм Каких-то Изменений В подвеске Да Вот Собрано Достаточно Качественно То есть Все у нас Так По зазорчикам Встает Вот Значит Давайте Закроем Капот И сядем Значит С ключа Зажимаем Кнопку Так Открываем Багажник Так Багажник У нас Что у нас Здесь есть Ну у нас А здесь у нас Даже запаски нет Мы просто ее не положили сюда Скорее всего Вот Но домкрат Полноразмерная запаска Здесь должна быть То есть Вот Домкрат Ключи Вот И задние сидения Здесь не складываются Если у нас У нас спинки С регулировкой Значит Положение с электричеством С этим подлокотником То нет А если по простому То складывается Так что это издержки Комплектации И Закрываем Вот Итак Садимся в салон Но места естественно много Да То есть у нас Электрорегулировки Сидения То есть Любой водитель Под себя может настроить У руля Механическая регулировка Да Как на себя Так и от себя Можем ее подстроить Ну Удобно сидеть Естественно Ну Широко Визуально Что панель повернута Как бы Не к нам Как на BMW Да А Прямо Плоско Как к водителю Так и для задних пассажиров И нет какого-то такого Эээ Не драйверская посадка То есть Как-то вот Все официально Да То есть мы сидим так Официально Спокойно Размеренно Машина вот именно К размеренной езде Как-то Постолкает Да Не надо гонять Не надо что-то вот такого Сделать Такая посадка Ни к чему не обязывающая Просто Исполнить Свою задачу Довести Приехать И приехать Комфортно Сесть Встать Вот Давайте Садимся назад Садимся Подогрев Комфортно Размерная Так Садимся в салон Заводим Наш замечательный автомобиль А нет Вот Забыл ногу на педаль тормоза поставить Камри У нас здесь Загорается Индикатор того Что у нас Можно эту дверь закрыть Вот эти Потому что там Штатив убрать Если можно Спасибо Потому что там Свои забивают Все это будет слышно Значит Значит У нас здесь Именно Четыре стеклоподъемника Максимальная комплектация Естественно Блокировка дверей Защита подъема стекол Управление зеркалами Зеркала у нас Естественно С подогревом сидений О, сидений С подогревом Вот Защелка Отключение датчиков парковки Отключение системы стабилизации Омыватель фар Управление значит На Магнитолы На руле Дисплей Запас хода Средняя скорость Настройка Бортовой компьютер Далее значит Управление громкой связью Круиз-контроль Вот здесь вот у нас И естественно Поротники Фары Вот Огромная такая Магнитола Но могу сказать Что приборы Как-то вот На самом деле Слишком большой шрифт Как-то по-детски Нарисовано Могли бы чуть почетче Их сделать Ну это такая Продирает Аудио Громкость Настройки канала Естественно Магнитола Двойной климат-контроль У нас Раздельный Вот Вот Ну конечно Дисплейчики Слабоватые Да То есть Ну Можно было Как-то Сделать С какими-то Более Приятными На вид Цифрами Не как на калькуляторах Да То есть Трехзонный Ионизатрон Даже здесь стоит Далее Подогрев сидений Автомат Автомат Такой классическая Прорезь Тойотская Достаточно Удобная То есть Вы не промахнетесь Мимо какого-то Нужного вам режима Д И Ручной режим Вот Здесь Небольшой Такой ящичек Подстаканник AUX USB Так Прикуриватель Это у нас Рейслоржик Там я уже подготовил И Бокс Для Отдельных Пассажиров Ой Для Для Каких-то Мелочей Продачок Ну Все понятно Здесь Итак Медленно Выезжаем Садимся За руль Автомобиля Сначала Естественно Мы этот автомобиль Попробуем Конечно же Конечно же В городе Да Потому что Большую часть Я так думаю Автомобиль Именно В городских На городских Дорогах Проводят Плавненько Ускоряемся Такой Пухлый руль На мой взгляд Кстати он Чуть потолще Чем В предыдущей Гамре Да Потому что Ну И моментально Присматриваемся К зеркалам Блин Здесь пробка Очень серьезная Мы не сможем Разрел Присматриваемся